В Одесском художественном музее отметили 4 года альтернативной галереи «Желтые великаны». Со дня основания в галерее прошли 42 выставки, в которых участвовали 282 художника и было представлено более полутора тысяч работ. А также прошли многочисленные семинары, концерты, перформансы и творческие встречи. К дню рождения «Желтых великанов» хранители музея подготовили экспозицию декоративной росписи на выставке «Домоустройство в Одессе» 1895 года. Из экспозиции посетители смогут узнать о быте и нравах одесситов конца 19 века, о предприятии швейцарца Фридриха Эйни и о промышленной рекламе того времени. Сегодня мы открываем очередную выставку, которая касается непосредственно этих помещений, этих рекреаций. В 1895 году этим зданием владел Григорий Григорьевич Морозли. Он оставался владельцем, купив его в 1889 году. И он передал это здание под выставку «Домоустройство». Мне кажется, что это по сравнению с нынешними выставками, это было необычное, совершенно необычное событие. Почему? Потому что здесь было построено на швейцарской долине огромное количество павильонов, самых разнообразных фирм. Продолжение следует...